Всем привет. Сегодня мы поговорим об актере Борисе Смолкине. Борис Григорьевич родился в послевоенном Ленинграде 2 марта 1948 года. Его отец был архитектором, а мама преподавала английский. Мальчик рос разносторонне развитым, успевал все. Он хорошо учился в физико-математическом классе, занимался шахматами, увлекался химией, много читал и пел. Когда пришла пора определяться, Борис Григорьевич решил связать свою жизнь с искусством. Он отправился поступать в легендарный Лгитмик, но первая попытка была неудачной. Тогда Смолкин поступил на химический факультет Ленинградского государственного университета. При этом он не бросил мечтать о сцене. Борис Григорьевич с удовольствием посещал театральную студию Ильи Резняка. Спустя год, Смолкин вновь подал документы в Лгитмик, и вновь неудача. Его не берут на драматический факультет, но утверждают на факультет музыкальной комедии. Так Борис Григорьевич все-таки становится студентом Лгитмика. В 1972 году, окончив институт, он поступает на службу в театр музыкальной комедии. Их сотрудничество продлится целых 36 лет. Удивительно, на первый раз Смолкин появился в кино, будучи студентом. Это был фильм «Фокусник» Петра Тодоровского. Далее на протяжении 30 лет Борис Григорьевич снялся всего в 20 фильмах, и то все эти роли были незначительными. Слава пришла к нему уже после 50. Его знаковой ролью стала роль дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня». Удивительно, но вместе со Славой пришло и счастье в личной жизни. Первый раз Борис Смолкин женился в студенческие годы. Его избранницей стала абитуриентка того же Лгитмика Мария Кузнецова. В 1974 году у пары родился сын Владимир. Когда мальчику было 6 лет, Борис и Мария развелись. Женщина в скорости вышла замуж за другого. А Володя остался вместе с отцом и бабушкой. На протяжении 17 лет Борис Григорьевич жил один. Конечно же были романы, но все это довольно-таки скоро заканчивалось. Пока однажды к ним в театр музыкальной комедии не пришла симпатичная концертмейстер Светлана. Девушка была на 23 года моложе Смолкина, да к тому же и замужем. Но это не помешало Борису Григорьевичу начать ухаживать за ней. В какой-то момент он осознал, что влюбился по уши, попытался разорвать отношения. Но чувства были сильнее и в 1999 году Борис и Светлана расписались. В скорости у них родился сын Глеб. Разница между сыновьями Бориса Григорьевича 25 лет. Старший сын Владимир занимался организацией гастролей иностранных артистов. Пока в 2019 году его не обвинили в незаконном обналичивании денег. Мужчина был осужден на три года условный штраф в размере 300 тысяч рублей. Младший сын Глеб решил связать свою жизнь со спортом, а именно с фигурным катанием. Он с детских лет на коньках. В настоящее время Глеб Смолкин, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата России 2022. Его партнершей сейчас является доча Терри Тутберидзе, Диана Дэвис. Вместе с ней он принял участие в Олимпийских играх в Пекине. Пара заняла 14 место. Ну а сегодня у Бориса Григорьевича Смолкина праздник. Не забудьте поздравить. А если вам интересно, кого мы собираемся поздравлять завтра, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии.